Здравствуйте! Вы смотрите Седьмой канал. В студии Алена Мальцева сейчас о главных событиях в стране и мире за сегодняшний день. В японском городе Хиросима проходит двухдневный саммит министров иностранных дел Большой Семерки. Сегодня, во второй день встреч, участники переговоров посетили городской парк мира. Там они почтили память жертв американской атомной бомбардировки времен Второй мировой. Джон Керри стал первым госсекретарем США, который посетил мемориал. На повестке дня вопросы ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия, борьба с терроризмом, миграционный кризис в Европе, недавние запуски ракет КНДР и другие важные темы международной политики и безопасности. По результатам встречи примут Хиросимскую декларацию. В первый день мероприятие сопровождалось протестами против проведения саммита в Большой Семерке. Вчера министры посетили японское святилище Ицукусима, которое входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его ритуальные врата – одна из главных достопримечательностей Японии. Встреча министров проходит в преддверии ежегодного саммита лидеров Большой Семерки. Он намечен на конец мая и состоится в японском городе Исосима. Как ожидается, в ходе этой встречи Барак Обама также совершит исторический визит в Хиросиму. В Греческом и Домене мигранты пытались прорваться через границу. Пострадали больше двух сотен человек. Полиция Македонии применила против них слезоточивый газ, шумовые гранаты и резиновые пули. Греция осудила эти жесткие действия. Все подробности далее. На греко-македонской границе произошли массовые столкновения между мигрантами и полицией Македонии. Около 500 человек прорывались через пограничное заграждение. Силовики применили слезоточивый газ и водометы. Беженцы говорят, полиция начала действовать, прежде чем они дошли до заграждения и приприняли что-либо. Они использовали слезоточивый газ. И тут же в нас полетели шумовые гранаты и резиновые пули. Это происходило не постепенно. Они применяли всё сразу, одно за другим. Это вызвало негативную реакцию со стороны протестующих и разгневало их. По данным организации «Врачи без границ», после встречки с полицией за медицинской помощью обратились больше 200 человек. Многие пострадали от слезоточивого газа, в том числе женщины и дети до пяти лет. Некоторые мигранты ранены. У нас было около 34 пациентов с травмами. Также некоторые люди приходили с ушибами, которые, по их словам, они получили во время стычки с македонской полицией. Около семи пациентов будут отправлены в местную больницу. Представители греческого агентства по делам беженцев осудили действия полиции Македонии. Масштабное применение слезоточивого газа, шумовых гранат и даже резиновых пуль без разбора среди женщин и детей, длящиеся несколько часов – это прискорбная и крайне опасная практика. Мы считаем, что власти Македонии должны понимать риски таких нападений на беженцев. Одновременно в агентстве призывают мигрантов не верить ложным слухам о возможном открытии границ и понять, что они останутся закрытыми. В стихийном лагере в Эдамине больше 11 тысяч беженцев. Греческая власть пытается убедить их переселиться в официальные центры, где условия проживания лучше. Но мигранты отказываются покинуть лагерь, надеясь на то, что македонская граница откроется. Жители Пальмиры возвращаются в освобожденный от ИГИЛ город. Людей, которые снова живут в родных домах, все больше. Напомню, контроль над древним городом восстановили 27 марта. Если наши имущества и предметы быта сохранились, тогда мы вернемся и восстановим наш быт. Я со своей семьей начну новую жизнь с нуля. Но если ничего не осталось, то все, что я смогу сделать, это верить и надеяться. После ухода боевиков прошла масштабная операция по разминированию города. Террористы оставили после себя тысячи мин и планировали взорвать их одновременно, когда в город зайдет армия. Но сделать это не смогли. В Пальмире нашли массовые захоронения. В них были в том числе и обезглавленные тела. Эти люди, скорее всего, были убиты после того, как боевики ИГИЛ захватили город. Сильно пострадала от рук террористов историческая часть Пальмиры. ИГИЛ полностью разрушила знаменитый двухтысячелетний храм Белла. По оценкам ученых, он не подлежит восстановлению. А вот некоторые части Римского театра остались нетронутыми. Городской музей, в котором хранились многие артефакты, разграблено. Древние статуи разбиты. ЮНЕСКО призвало создать специальный фонд для восстановления Пальмиры. А пока бои в регионе продолжаются. В округе у террористов отбито еще несколько городов. За сутки в зоне АТО два украинских военных были ранены. Боевики продолжают обстреливать контрольный пункт въезда-выезда у станицы Луганской. Его работа приостановлена. Продолжаются обстрелы позиций сил АТО на Донецком и Мариупольском направлениях. Донецкий направление. За прошлый день наибольшую активность враг проявлял на территории фронта Горлевка-Ясенувата и под Авдейевкой. Также минометные обстрелы произошли на Святлодарской дозе, в Зайцевом и Майорском. Сразу в кольких местах на передовых позициях незаконных збройных формуваний активизировались снайперы. Спокойных мест почти нет. Адже традиционно именно на Донецком направлении попадает приблизительно две третины ворожих обстрелов на передовой. И в прошлой неделе там было нараховано 41. Это связано, прежде всего, с большой протяженностью фронта и насыщенность передовых порядков противника, тяжелой техникой и живой силой оккупантов. Впрочем, противник, как и раньше, несет тяжкие втраты. За информацией Главного управления разведки Министерства обороны Украины, позавчера до двух донецких лекарей достало 14 загиблых и 19 пораненных оккупантов из склада сразу трех ворожих угруппований. Уже в этом месяце Еврокомиссия может предложить отменить визы для граждан Украины. По словам источников в организации, это произойдет, несмотря на итоги референдума в Нидерландах, которые отчасти объясняются предубеждениями против миграции. При этом Еврокомиссия может внести в свое предложение по либерализации визового режима некоторые гарантии. Они позволят ЕС временно восстановить визовый режим, если будет резкий всплеск миграции из Украины. Президент Украины распустит парламент, если на этой неделе не будут сформированы коалиция и новый кабинет министров. Об этом сказал представитель Петра Порошенко Верховной Раде Степан Кубев. Урегулирование политического кризиса вопрос дней и часов. Новое правительство и новая коалиция должны быть ориентированы на проведение реформ, выполнение соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сотрудничество с МВФ и борьбу с коррупцией. Президент также требует ускорить рассмотрение Радой судебной реформы. Она снимет судейский иммунитет и внесет изменения в Конституцию. Глава государства настаивает, нужно внести изменения в основной закон, связанный с децентрализацией, принять пятилетнюю программу бюджетной политики и неизменного налогового законодательства. В Беларуси повысили возраст выхода на пенсию. Указ подписал глава государства. С 2017 года пенсионный возраст будет увеличиваться поэтапно – на 6 месяцев раз в год. До тех пор, пока для мужчин не составит 63 года, а для женщин – 58. Сейчас он 60 и 55 лет. Транспортный космический корабль «Дрэгон» компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции. Для него это уже восьмая коммерческая миссия. В этот раз «Дрэгон» доставил на орбиту больше трех тонн полезного груза – продовольствия, материалы для научных исследований и экспериментальный надувной жилой модуль BIM. Ракета Falcon 9 с кораблем стартовала с космодрома на мысе Канаверл в пятницу. Первая ее ступень впервые совершила успешную вертикальную посадку на плавучую платформу в океане. Особое внимание в этот раз уделяют надувному модулю BIM. Его планируют пристыковать к жилому модулю спокойствия, а затем наполнить воздухом. Два года астронавты будут проводить внутри него различные замеры. Они проверят возможности модуля обеспечивать защиту от радиационного излучения и микрометеоритов. BIM построила частная компания по заказу НАСА. Такие модули дадут дополнительное пространство для научных лабораторий и жизни астронавтов. Разработку планируют использовать на лунных и марсианских обитаемых базах. В Австралии проводят эксперимент. Для очистки сточных вод решили применить зеленые технологии. Вместо химикатов эту работу теперь выполняют болотные растения. Как это происходит, смотрите в следующем сюжете. Технологии, подаренные самой природой. Водоочистная станция австралийского штата Квинсленд применяет новые технологии. Болотные растения закрепляют в специальных пластиковых плотах и опускают в водоем. Этот процесс абсолютно естественный. Не применяются никакие химикаты и не используется электричество. Болотные растения очищают сточные воды от токсинов, таких как углерод, азот и фосфор. Поэтому этот способ очистки естественный, напоминающий работу почек в организме. Зеленая технология не только снижает потребление электроэнергии станции, но и приносит пользу сельскому хозяйству. После обработки вода поступает к местным фермерам, которые направляют её в запруду и используют для полива своих угодий. Такой проект в Австралии запустили впервые. Начало оказалось не вполне благополучным. В процесс вмешались представители дикой природы. Растения на плоту начали погибать. Мы перевернули конструкцию и увидели, что черепахи съели все корни. Этих животных здесь тысячи. Чтобы обезопасить траву от них, сотрудники станции заградили конструкции сеткой. В будущем на очистной станции планируют установить 400 плотов с растениями. Пока проект – только эксперимент. Если он окажется успешным, то опыт смогут перенять очистные станции других регионов. Тигров в дикой природе стало больше. Хорошей новостью поделились экологи после исследования популяции больших кошек. По данным Всемирного фонда о дикой природе, сейчас насчитывается 3900 тигров. Шесть лет назад их было на 700 меньше. Количество хищников десятилетиями уменьшалось. В исследовании отмечается число тигров возросло на Дальнем Востоке, в Индии, Непале и Бутане. К 2020 году экологи хотят удвоить количество тигров, живущих в дикой природе. Во Франции начался мировой чемпионат по Даунхиллу – скоростному спуску на горных велосипедах. Он проходит в Лурде. Спортсмены преодолевают опасные трассы с множеством препятствий. Через что пришлось пройти им? Смотрите далее. Крутые спуски, резкие повороты, торчащие камни и корни деревьев. Такие трассы съехались покорить лучшие горные велосипедисты мира. В мужских соревнованиях первым оказался Аарон Гвинн – трехкратный мировой чемпион. Он обогнал своих соперников – канадца Стива Смита и британца Дэнни Харта. 28-летний велосипедист похвалил француза Лойка Бруни, который был главным фаворитом гонок, но во время финального спуска упал. «Думаю, сегодня победитель – это Лойк. Он, без сомнения, был лучше меня, и он превосходно выступал в течение всех выходных. Снимаю перед ним шляпу». Среди женщин побела досталась Рэйчел Атертон. И, как она сама говорит, нелегко. «Это был один из таких моментов, когда на кону было все. Я знала, что мне нужно было ехать на максимуме. Я могла разбиться». Следующий этап мирового чемпионата по Даунхиллу пройдет 23-24 апреля в австралийском Кернсе. Бывший гонщик на гидроциклах Фрэнк Запата представил публике свою новую разработку – реактивную летающую доску Flyboard Air. Спортсмен поднялся на 30 метров вверх и пролетел вокруг озера. Первый тестовый полет изобретатель провел над водой. Любые сбои в работе – новинки, и он упал бы на землю. А рюкзак с топливом мог только усугубить ситуацию. Доска летает при помощи турбореактивного двигателя. Теоретически на ней можно будет подняться на высоту до 3 километров. Максимальное время полета – 10 минут. Напомню, в 2011 году Фрэнк Запата разработал подобную водную доску. С того времени она стала модным экстремальным развлечением. По сравнению со старым изобретением, Flyboard Air не требует подводных и каких-либо других частей. Доска позволяет летать совершенно свободно, где захочется ее пилоту. Это были главные события из жизни мира и Украины на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова